Раз в неделю Именно столько достаточно взрослым людям для полного удовлетворения В этот день у неё не болит голова А он не ссылается на занятость и плохую экологию Раз в неделю мы запираемся в студии вдвоём И предлагаем всем желающим присоединяться Остроумный аналитик Михаил Губин И эксцентричная болтушка Элеонора Рузвельт Делают это, это в прямом эфире Радио Болтком Раз в неделю, каждую среду в 15.00 Один лишь раз Добрый день Здравствуйте В эфире Радио Болтком, программа Раз в неделю Самая разговорно-познавательная программа В нашем радио, в студии Элеона Рузвельт Михаил Губин Да, и как всегда у нас в студии люди Люди, это уже как правило люди, скажем так Не будем обобщать, да Искренне увлечённые своим делом Наши современники Предпочитающие не работать и заниматься Каким-нибудь замечательным каком-нибудь Активити И, в общем-то, мы уже привыкли, конечно, к знаменитостям Мирового уровня В нашей уютной студии Но сегодня небывалый случай Я думаю, что сегодня к нам пришли Самые знаменитые люди Нашей страны, самые знаменитые в мире Да, и вероятно, даже самые Среди наших многочисленных международных гостей Возможно, и самые узнаваемые Изо всех Кто знает, рассудит эту передачу В общем, дорогие друзья, у нас в студии Звезда Руна, это создатель Проекта «This is Хорошо» Стас Давыдов И его товарищи по этому замечательному проекту Сергей и Виталий Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, племя молодое, незнакомое Хочется сказать им И кроме того, что они прославились благодаря интернету Это так прославились, что у них сняли фильм Который пойдёт в кинотеатр «Форум Синема» И что меня поразило Хоть пойдёт хоть один раз Но он пойдёт в самом большом зале Номер один О, масштабненько Наверное, с фильмы начнём Назовём телефоны в студии 67212-93-9 67213-93-9 Также вы можете писать, дорогие поклонники и хейтеры В чатик на портале MixNewsLV Видеочат, там идёт прямая трансляция Можно увидеть удивительные кадры Стас Давыдов без окошка Ютуба А в несколько другом окошке С ногами С ногами, да Возможно, посчастливится его Возможно, он ими замашет по ходу эфира Не будем загадывать Пишите нам, звоните Мы со своей стороны ждём и волнуются Ещё как Начнём, давайте, с фильма, Мишенька Давайте начнём с фильма Итак, что мне известно Некий режиссёр с польской фамилии Снял о вас фильм, значит, короткометражный Который пойдёт один раз Это так Один раз тут пойдёт Который называется интернет-шоу Да, именно раз Интернет-шоу? Интернет-шоу Интернет-шоу, да Это документальная картина? Да это документальная картина Это документажный Краткометажный документальный, да Вы видели его? Да Сегодня посмотрели, мы тестировали его в кинотеатре Как раз работает он или нет Посмотрел на большом экране Работает Странно Таким большим видеть нас Прославляет или дискредитирует вашу деятельность? Он такой нейтральный Он просто говорит о том, что мы делаем Рассказывает о вас, как о явлении таком, да, удивительном Пойдёт он в эту пятницу И что, я говорю, что все билеты уже раскуплены, это правда? Ну, не совсем раскуплены Половина билетов сейчас раскуплена Ну, посмотрим, что там дальше Было, да, за три дня, ещё три дня впереди Ну, я так дать думаю Три? В пятницу? Да Один день, по сути Среда, четверг, пятницу Так тоже можно считать, да Я думаю, что после того, как слушатели Сегодня, завтра, послезавтра всё нормально Узнают о факте, что можно послезавтра посмотреть Долб поломануться Наверняка же Зато и цена такая 99 сантимчиков Мы просто сначала хотели сделать лад Потом подумали, ну, как-то слишком просто Пусть будет весело, 99 сантим Думали, 69, но Так слишком весело И там, как бы, рассказывается вся ваша история Что молодые люди из Латвии решили сделать интернет-шоу И прославились на весь мир, так? Верно Точнее Грубо говоря, так, да Даже точно, не грубо, без грубостей Так и было И, значит, соответственно, поскольку вы у нас старались впервые То можно начать вас спрашивать с самого начала Как это вам пришло в голову Что послужило примером Как что И вот, Элеонора, хоть что спросили Удивительно Вообще, наверное, это самая популярная реакция Когда люди вас встречают в Латвии Вы что, здесь живёте? Вот мы тоже, как и все Вроде знаем, что Стас Рижанин Но мы подозревали, что вы давно уже в Швейцарию Эмигрировали И оттуда подпольно Делаете свои видео Зачем? Ну, хорошо, вас вывезли в Москву Давно уже выписали И вот там живёте Вот наш фотограф, чья дочь ваша смотрит по интернету Уверял меня, что вы переехали в Москву Она врала Она врала Но все так думают, что вы уже это не прав Все думают, что вы в Москве Все думают, что вы за границей И никто как-то не связывает вас с нашим благословенным отечеством Мы мало того, что не переехали никуда Мы тут ещё и очень сильно любим находиться После всех этих городов Вообще, после выезжания куда-либо Возвращаться сюда Это песня Совсем Можно сказать, что мы очень даже патриоты Ну, хорошо И что, и не звали вас никуда? Звали Мы говорим, что тут хорошо И всё Есть большой интернет общий В котором мы видео выкладываем Но всё равно на весь мир видно И кто хочет, может посмотреть Зачем нам тогда переезжать куда-то Если мы отсюда можем делать У нас был случай, когда нас совсем так серьёзно позвали Вот давайте, переезжайте сюда, работайте И тут мы так подошли Проникновенно взглянули в глаза Спросили Вот у тебя есть родина? Нам ответили, есть Вот ты её любишь? Нам ответили, всё, понял То есть вы прям патриоты А вы действительно живете в золике, как написали у нас А это секрет Это секрет Возможно, а может быть и нет А может быть и да И уже к нам приходят Сообщения от ваших поклонников Среди наших технических работников Которые говорят, что вы сломали нам только что видеотрансляцию Потому что невероятное количество зрителей По привычке набежало смотреть Вот, но надо их попросить как-то поосторожнее, что ли Не впячьте, дорогие вы нам вешаете трансляцию Впрочем, в записи, конечно, можно будет насладиться ребятами обязательно Ну ещё вот про вас, значит, две версии Мало того, что вы живёте в России Одни думают, что живёте в России Я знаю, что даже по казахстанскому телевидению Объявили, что вы в России живёте Вот Некоторые считают, что вы латыши наоборот Ну, как, ну, гражданство у меня латышское Ну, у меня прописано в Латвии То есть, ну, как бы, ну У меня только подданство, к сожалению В этом есть правда Ну да, то есть, ну, мы всё равно здесь И, как бы, ну да, мы, считай, латыши Это очень хорошо Ваша невероятно популярная передача This is хорошо А, вообще мы не так хотели же Мы хотели интересную передачу Здравствуйте, дорогой Стас Мне очень нравится ваша передача 100-500 Вот Но, действительно, значит, раз Кстати, раз уж мы загорели о той передаче Она является и та, и эта передача И все подобные какими-то кальками Ну, нехорошее слово Ну, в общем, в Америке, да, такое начали Можно нехорошие слова тоже использовать, да В Америке такую, да, передачу начали делать Как вы придумали, что вы должны такое шоу вести? Вот тут к Виталику скорее Виталик Просто насмотрелись на американца Да Он очень понравился Понравилось то, что он делает И просто как-то Все время хотел что-то такое сделать интересное И заметил, что никто ничего такого в России не делает А вы не боитесь, что это провалится? Ведь открыты все эти мемы Вот в открытом доступе Вроде и так есть Ютуб И всякие там эти сайты Нет Так надо не бояться Надо не бояться Как раз таки пробовать и делать И вы уверенно шли к успеху Кто-то уверенно, кто-то не очень уверенно А вы конкуренты шли? Ну, конкуренты же были у вас на этом уже именно в России Вот эти самые названные здесь Скажем так, мы вообще совсем конкуренция Мы вообще о нем узнали, когда уже решили это делать То есть мы тогда стали узнавать вообще, что происходит на этом поприще Я беру свой любимый пример про новостные каналы На одном канале делаются новости На другом канале делаются новости Они же как бы, ну, не конкуренты друг другу Они просто и те, и те делают новости Ну, не знаю Я не знаю, как это правильно назвать Но мы стараемся не запариваться по этому поводу У нас разные направленности, разные аудитории Вот и все А часто приходится про этого чувака вам в жизни говорить, к сожалению? Или не особо Вы никогда не встречались с ним? Нет А вы хотели бы? Да не особо Значит, вы все-таки имеете какую-то травму, да, к нему? Да нет Да нет Ну, типа, зачем? Влечения не имеете Ну, как встретить чувака с тоннелями в ушах Всегда радость в этой жизни Ну, у нас много таких знакомых Да, полрегет с тоннелями в ушах Так, ну, хорошо Стоит заметить, это правда, что передача The Sims хорошо, качественно отличается В том числе, качественно отличается тем от передачи, которую мы тут обсуждали Что у вас нет мата Это действительно такое правило, да, вы не используете Вот это вообще интересный вопрос Или как? А почему у вас нет мата? Как предъява такое всегда используют Просто мы начали делать, и так получилось Само так получается Да, то есть, действительно, мы первый раз, когда начинали делать, мы не думали о том, что мы специально не будем материться или что-то такое То есть, просто сделали и поняли, что так нам интереснее, и язык так богаче Нам приходится придумать какие-то интересные извороты речевые иногда Грубо говоря, мы поняли, что у нас нет мата после того, как посмотрели на написанный сценарий Да Мы сами вот, ммм, то у нас нет мата А сценарий был написан вами же Ну да Ну да Первый сценарий, к тому же, был полуимпровизированным и... Первый сценарий состоял из трех предложений по каждому видео по предложению Это называется тезисный сценарий, отстань Там даже тезисов не было, там были заголовки Слушайте, у вас передача сейчас два года будет, да, уже? Да Первого октября Ой, мы вас поздравляем Шестнадцатого октября, кажется Шестнадцатого, да? Да А, канал зарегистрирован, написано, что первого октября Нет, канал зарегистрирован, четырнадцатого Там, наверное, не пропечаталась четверочка Бург может врать Может, конечно Так, шоу выходит два раза в неделю, это все еще правда Как вы делаете два года два раза в неделю, смешной передачу? Два раза в неделю мы делаем с прошлого марта Нет, маля Полтора года где-то делаем два раза в неделю Да, два было что-то вроде раз в неделю, раз в полторы недели Но как графики совпадали У вас не тяготит такая плотность выпусков? Вы успеваете нагенерировать или у вас уже это все так... Распределение труда Ага А кто что делает, если можно выяснить? Ну, все-все потихоньку Кто-то пишет, кто-то клеит, кто-то заливает Кто-то, в общем... А кто находит то, что вы обозреваете? Находим и все дружно Вот мы втроем, да А правда ли, что вы являетесь как бы раскрутчиками самых таких вот надоедливых меофт? Я беру проезя этот известный Ну, проезя нам стыдно Да, проезя нам стыдно И проезя, что-то его нашли и благодаря вам он так... Скажем так, он на тот момент и сам поднимался Но плюс того, он поднимался Нет, поднимался, ему было всего два дня В любом случае, мы дали толчок, он дальше пошел еще сам уже сильно больше нас Хорошо, а вот этот мультсильм убийственный про мокренькую кисоньку Вот это мы полностью подняли Найдены с 15 тысячами просмотров, кинули зрители, дали что-то такое Все, ты прибедняешься А кто нашел кисоньку? Все вместе Скорее всего, нам кинули, скорее всего Да, у нас вообще работает то, что присылают Да, у нас на сайте есть форма Форма на обзор, там можно прислать ссылочку на YouTube И мы эти ссылочки рассматриваем Если кто-то считает, что это вот стоит того, чтобы посмотреть Они присылают нам, и мы смотрим Там, конечно, очень много, там, не знаю, мой друг подскользнулся, упал Вот, но, ну, как-то это приходится фильтровать, да А кто отсматривает? Все в строем Все, вот это тут, одному человеку тут маловато Это здоровье убивает Там система распределения этих ссылок, чтобы они рассылались каждому уникальный набор Ресурс здоровья Я кто-то два раза бы ту же ссылку не смотрел В общем, все сложно Пишут ли Пишут, да, вот пишут Спамим, спамим, спамим Это такие Пишут, есть ли мысль улучшить обзор Будет ли показывать ваш фильм в Москве И в основном тут какой-то переговор между собой Стас, расскажи ту историю про женщину с рукой Дальше Вот же, вот же Да, кстати, это вот момент Замечательный вопрос Момент истины, что называется Не могли бы, пожалуйста, Стас, рассказать ту историю про женщину с рукой и лосям? Про женщину с рукой и лосям Мы поняли, тут ту самую историю С рукой и лосям? Да С рукой и лося, да Вы не комментируете эту тему? Это наша тайная история, которую мы когда-нибудь расскажем Да, мы расскажем и даже, возможно, покажем Да И еще спрашивают, ездите ли вы на троллейбусе, например Да, и даже более того, на автобусе На улицу знают? Девушки кидаются С криком Стас Да, в основном так Пока шли по приведу с тебя уже Ну да, ну то есть, ну я в принципе, вот выхожу в город Обычно меня хотя бы один раз узнают Но пока что еще это не страшно Жить не мешает Ну у нас вот-ка не Москва У нас народ спокойный, так особо не кидается Удается ли зарабатывать вам баснословные барыши с помощью вашей передачи? Достигли ли вы уже того уровня, когда можете себя обеспечивать И покупать дорогие гостящие автомобили, телефоны? Обеспечивать можем Но покупать дорогие гостящие А за счет чего вообще? Вот как с такой передачей кормиться? Вы же вроде не размещаете рекламу Вроде бы, а вроде бы размещаем Ааа, чудеса Ютуба На самом деле, да, чудеса Ютуба Мы в принципе не имеем отношения к той рекламе, которая размещается у нас рядом с видео Ну то есть мы просто выпускаем видео, а дальнейшая уже забота Ютубов и Гуглов Они сами уже там что хотят размещают и нам какой-то процент с этого идет То есть все достаточно просто Фактически они платят за просмотры, но это очень так далекая цепочка Но чтобы упростить, можно сказать так Но популярно быть в интернете выгодно в наше время получить, если это грамотно использовать Ну да, пожалуй А вы в таких рейтингах больших, общих, вы на каких местах? Нам вот сегодня говорили, что мы на шестом месте в мире в разделе юмористы Но мы не знаем, сейчас Ютуб на самом деле обновлял дизайн Там не особо-то и посмотришь, на каком месте мы в мире Лично вас? Прошли примерно так, да, в России на втором месте Не, не по просмотрам, по подписчикам мы на втором месте точно Ну что-то такое, да, в общем, там какие-то места первые десятки Второе место по подписчикам, вряд ли кто обогнал Ну да Еще, кстати, спрашивают, где Настенька? Я знаю, она смыла в первых передачах Куда-куда пропала? Нет, не было все, что это такое? Не было, это кто-то придумал Она была, ее было слышно Что? Ее было слышно А что это такое? Это еще одна загадка из архива Там, где уже женщина с лосем рукой находится, судя по всему Я хотела сказать, что вас лично, Стас, в гугле Опережают только три Стаса, знаете ли вы какие? Михайлов и Пьеха, наверное Еще один Еще Борецкий, наверное А-а Вот угадайте ли Затесался Есть еще просто Стас Давыдов, писатель Нет, Шурин Шурин, он же Шурин А, тоже наш латвийский Итого в четверке мировых Стасов получается два латвийца уже Неплохо Неплохое достижение Молодцы Стасы Половина фонда Стасов мировых Тогда получается, значит, Настенька, существо мифическое Тут пишется, что проект состоит из трех человек То есть вот вы втроем и есть Ну нет Сейчас есть люди, которые помогают и по монтажу И по там вообще всяким там делам Но в принципе Ну как мы основали проект и делали его первый год втроем Да Вы и есть культовые три человека Погружаю спрашивать про Настеньку, спрашивают, как ваше колено Колено в порядке Не собираешься ли вы приезжать в Екатеринбург, почему спрашивают? Мы уже купили билеты и едем в Екатеринбург буквально завтра В Екатеринбург Действительно? Конечно нет Нет, мы врем Это хорошая жизненная позиция И все время спрашивают, как вы относитесь к Максу Хорошо Ну вот уже обсуждали Может надо о него просмотреть Я даже сказал, что он великолепен Возможно А может быть и нет А у вас есть заготовленная какая-нибудь Вот, ну, что скрывать наверняка за такая фигура для вас какая-то, да, демоническая Там хорошо вы, плохо относитесь, неважно Но он как-то в жизни, да, все время у вас, к сожалению, вынужден появляться Ну, всегда же, наверное, там, в первый раз журналисты говорят А вот как вы к 100-500 относитесь Ну, да, бывает, да У вас есть заготовленный какой-нибудь прием Вот на случай, если вы встречаете где-то 100-500 Сальто назад и за угол И граната А фразу какую-нибудь там Привет, я с нас дал Это не имеющая для меня смысла фраза Да, да, привет, я Стас Давыдов Не имеющая Да, вообще, абсолютно Уже потеряла она, да Я ее произнес около, не знаю, сколько тысяч раз уже за время передачи Это уже для меня не слова отдельные А какой-то набор букв просто готовый вот куском, который вместе идет Насколько ваши отношения с друзьями испортились после этой передачи? Можете ли вы продолжать адекватно вести себя в компанию И в какой-то момент, как бы, вы начинаете включать экранный образ, может быть Скажем так, те друзья, которые хорошие друзья, с которыми я и так давно и вместе, и дружу, и все такое Они, конечно, ну, мы, конечно, иногда обсуждаем это на новом уровне Что вот, ну, что ты там, вот, обзор там, не знаю, был, да А вот видео у тебя классное было, да, хорошо То есть, ну, не больше Есть, да, люди, которые как-то по-другому начали относиться, но Часто ли близкие люди вам говорят критические замечания какие-то И как вы к ним относитесь? Да, да, мама у меня часто говорит, что не богохуль Мама только недовольна, да, бывает Да, но я прислушиваюсь, стараюсь Мы еще говорим ему критические замечания постоянно Да, и буквально Прислушиваются же друзья Там похуже, чем мама А тут упорно, с одной стороны, объясняется Как вам в любви стас Спрашивайте, есть ли у вас девушка Это самый распространенный вопрос А еще тут так быстро мелькает Я не успеваю прочитать, написано Правда ли, что вы с передачи раздавали код активации и дальше ушло Я так и не понял Правда раздавали? Да, раздавали Они закончились Я не понял, чего код активации, чего? Ну, это Диабло Игра Диабло Мы раздавали У вас какие-то инвайты были, да? Мы их раздавали, да Мы их очень подпытаем Спрашивали Пойдет ли фильм в Москве Это как Кто знает Будем стараться сделать Да, мы сейчас пытаемся организовать этот вопрос Но пока что Если нас слышат организаторы, то Которые хотят нас привезти Разместить где-нибудь В квартире маленькой И показать их фильм То мы будем очень рады Я думаю, тут нет желающих Особенно девушек Что, Стас, ответил на вопрос Есть ли девушка, извините, туповата? Ушел Ушел? А девушка ли от вопроса? Просто нет времени Ни комитет У нас мы так много занимаемся Нашим блогом Что там Не то, что на девушек На отдых Не знаю Еще, если два года назад Я мог пять лет отдохнуть в баре А сейчас на это почти не остается времени Страшное дело Это достаточно печально Кстати, наши слушательницы могут звонить Сейчас Пользуюсь уникальностью момента 6-7-212-93-9 Обратите внимание Весь массив вопросов От слушателей идет через интернет Вот специфика наших гостей Как она все-таки выражается Потому что же у нас в гостях Как раз властелина интернета Властелина интернета У нас создатели передачи Здесь из Хорошо Стас Давыдов С товарищами И может быть Такую ремарку Для тех, кто не очень в курсе Кто вообще активно Не пользуется интернетом Что вот ребята все-таки делают Как это описать, Мишенька? А что у вас-то я спрашиваю Что вы вот все-таки делаете? Скажите, пожалуйста Смотрите, есть новости серьезные А есть новости несерьезные Мы несерьезные новости Мы показываем людям Что происходит Из несерьезного в интернетах Что именно в интернет-видео Что появилось, что попало То есть если вот когда-то там Панда чихнула Людям приходилось Очень долго искать Эту панду, которая чихнула И вы панду Это тоже раскручиваете? Нет, панду мы не трогали Мы позже появились Это как панда старше нас То есть сейчас вот Такие видео, как Мокренькая кисонька Они появляются в передаче Конкретной И их можно не пропустить То есть мы Два раза в неделю Делаем, вот показываем Три лучших, на наш взгляд, видео И при этом еще какие-то Комментарии от себя добавляем Ну как эти глупости, а там на всякий Да, вот они это делают И невероятно популярны с этим в интернете Нужно прерваться нам На короткий выпуск новостей После которой обязательно уже поговорим О вашей головокружительной карьере У Ахлобыстин и прочих вещах На одной волне с городом Радио Болтком Продолжается передача раз в неделю В студии по-прежнему Михаил Губер Константин Розвук, режиссер У нас в гостях Авторы-создатели проекта Ведущие ДИС ИС Хорошо Стас Давыдов, Сергей и Виталий Небожители Рунета Точно И не так давно Они также и появились на Первом канале Не на Первом Балтийском А просто на Первом канале Российского телевидения В передаче Ахлобыстина Передача закрылась что ли? Она Можно Мы не с ним Какое-то время они без нас работали Пока вы туда попали Вас Ахлобыстин позвал? Нет Вот почему-то все думают Что Ахлобыстин Там сам приехал К нам постучался в окно Или с ОМОНом На мотоцикле причем приехал Да На самом деле просто написали Эмейл Хотите? А мы такие А почему бы и нет? Они вам Они вам написали И что? И как? И захотели Там же всего лишь по 5 минут Надо было делать Потому что до этого Все телевидение Вам натурально приходит Эмейл Значит дорогие Здесь хорошо Мы от Ахлобыстина Дескать приходите к нам На Первом канале Ахлобыстина вообще там Он от них Он же Мы Первый канал Мы Константин Энст Константин Энст Да Наше величество Власть тем не дарованный Но как бы Да Так и Ну это медиаагентство Которое занимается набором Там передачи и так далее Но вот Первого канала Вот хотим предложить Вот хотите Мы да Хотим Потому что На этого все телевидение Телевизионные каналы Предлагали длиннющие передачи По 20 минут По полчаса А это совсем не наш формат И сложно И много времени требует А тут 5 минут Ну да Хорошо Да И вы стали делать для них как-то То есть вы стали просто посылать Ну как Мы переснимали наши старые сценарии В версиях Которые нам казалось Больше подходят для Первого канала Цензурнее Приличнее и так далее Правда Нам все равно Еще редактировали Еще на стадии сценария А потом еще вырезали перед эфиром Да И выпускали Много изменений приходилось Которое им казалось Что больше подходит Для Первого канала Вот Но много переделывали вам Ну конечно Самые лучшие шутки убрали Там даже самые безобидные Подожди И вы травму И вы травму имеете Да Получается Мы туда очень такие Какое-то Подпольные шутки Какое-то очень Замаскированное Я вот сейчас Что-то с леща было Или тонца Лизни тунца Лизни тунца Лизни тунца Или что-то такое Мы вставляли туда Лизни тунца Когда мы разговаривали По переговорам Да И все С тех пор Как-то не ездили Слушайте Но это же Правда же очень круто И здорово Что вы туда попали Вы довольны Или так вы как-то Ну скажем так Галочку получили Да Это клевая галочка Хорошо Но Вам не нравится Что переделывать Да много пришлось Времени уже много требовалось Университетский диплом Полезнее Ну вы полгода почти Делали получается Нет Мы сделали 10 передач Но оно шло Но оно шло с перерывами Оно около 4 месяцев Так и получилось Что у нас Передача была говном Кроме нашей рубрики Вот так вот Да В одной стихе И поэтому Вы ушли от этого Сами Нашу рубрику Они тоже пытались Подсыпать Они нашу рубрику Там вырезали Что-то Они там Кромцали Резали Это не весело Все Да Не классно Что вам Дада нравится В телевизоре Раз начали уже Мультики Мультики А мультики Да А смотрите Не-не А смотрите Немало И никого А в смысле Вы делаете передачу С ведущим Все равно У него какие-то Подводки Шутки Да То есть какие-то Материалы Нужно писать По каким-то канонам Худо-бедно Которые люди Уже до этого делали То есть на том же телевизоре Только немножко другой формат Ну как бы Да Вот хотите ли вы Скажем постепенно Попасть в телевизор Хотели бы вы Я думаю что телевизор Хочет попасть к нам К вам хочет Ну да Но нет такой самоцели Попасть в телевизор Потому что ну все Ну на первом канале уже были Это самое большое Что я делала Не попадем Ну я смотрю Сережа так без восторга К телевизорным проектам Вот честно Вот так вот Чтобы для себя Именно для наслаждения Я вот лично вам интересно Очень многое смотрю Да и как Да В том числе я смотрела Вашу передачу Когда ее показывали По первому каналу Спасибо Мне очень нравится Конечно Конечно много всего Но телевизор Ну как Есть какая-то категория Людей Которых принято Сейчас называть хипстерами Которые гордятся тем Что они не смотрят телевизор Это сейчас Просто модное слово А вы хипстер Хипстер ли вы Кстати Конечно Вы да Конечно И он хипстер И он хипстер У вас еще Идеология хипстеров какая-то Мы хипстер Правила жизни Какие-то хипстерские Вы соблюдаете? Да Мы настолько не хипстеры Главное Чтобы не быть как все Да Мы настолько Это важно Мы настолько хипстеры Что не хипстеры А почему нельзя Быть как все? Не знаю Так придумали хипстеры Это вы хипстеры Или не хипстеры? Конечно хипстеры Покажи айфон Нет Мы настолько хипстеры Что нас нет айфонов Ааа Вышая степень Я вот к тому, что мы очень рады вообще, что вы в Латвии, что вы к нам пришли. Мы, правда, очень благодарны. Да, но вот удивительная загадка. Конечно, как, ну вот я вот пытаюсь понять, например, как вообще, каково будущее у подобных проектов. В том смысле, ну вот вы без уважения, понятно, да, к тому же телевизору треклятому относите. А кто у вас, а как вы научитесь, ну скажем, делать на каком-то таком уровне, чтобы вы могли, скажем, какие-то там делать большие массовые проекты, что-то такое, что интересно может быть людям. Кто ваши кумиры, там есть ли там те же позднеры, там у вас и Хлобыстин, это как бы не авторитеты. А как вы будете учиться? А Хлобыстин классный. Все же классный, да? Да, клевый, он молодец. Ну смотри, ну так его все время по телевизору показывают. Я его вот смотрел в передаче, я понял, клевый, да, у него еще доктрина это была, тоже весело у него там все было, он еще где-то там снимался. Хлобыстин, впрочем, очень много в интернет тоже делает. В хаосе, да, в интернах. Да, да, в интернах. Вот, и он там снимался, и это было, наверное, клевым. Сейчас вопрос, просто нам вот все задают вот этот вопрос, вот до чего, не хотите ли на телевидение? В принципе, ну сейчас, если так посмотреть, на Западе интернет уже на 60% заменил телевидение. То есть, в принципе, а телеканалы вещаются в интернете. Так спрашивают не потому, что телевизор это что-то хорошее. Люди не хотят, ну, как бы, деликатно спрашивают, как вы планируете развиваться. Да, да, ну, планируем, да, много всего. Потому что, да, вы ведущий, вы ведущий прекрасный, но вы же можете делать какие-то шоу, совмещенный интернет, там, не знаю, Нью-Йорк на проводе, что-то такое, что-то делать большое глобальное. Но для этого же понятно, что нужно как-то что-то придумать. Да, у нас сейчас больше вот в сторону мы их собираемся. Да, вот, Виталия даже уже в подфолио есть, да, и сейчас, сейчас все идет вверх лучше. У меня вот гитарист мой подслушал, что вы делаете, и он очень доволен. Кстати, спрашивают, какую музыку вы слушаете постоянно. Слушаем, да, слушаем всякую разную. Да, есть такая. Мы, да, музыкальные путаны. Тот термин, да, который я использовал, когда мне было 15 лет, чтобы обзывать других, я называл всех музыкальными путанами, кто слушает какие-то совершенно разные, а теперь сам стал. Книга у вас какая, Сережа, любимая? Книга любимая? У вас лично. О, Господи, такие каверзные вопросы. Считал книги? Снимал, читал книги? Да, да, я вообще всякие фантастики люблю, всякие фантастики. Вы так задали вопрос, я так сразу все имена, все названия. Я очень помню, очень хорошо помню, что мне Желязный очень нравился, как пишет он, молодец. Андрей Желязный, знаменитый. Роджер, Роджер, он Роджер ведь правильно, я ничего не перепутал. Вот, Виталий мне посоветовал, я так читал, вчитывался, он такой молодец, он так все, так все описывает, такой, 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 ух, ух. Видите? Начитал. У вас как его понравилось. Ну, хорошо, нет, начитал все одно. Все, мы с вами обратно довольны, хорошо вы начитывали. А ваше, а среди вот критических замечаний, нет ли у вас такого замечания от ветеранов, чему вы учите молодежь? Что вот молодежь, если что-то читает книги, за ним делают там какие-нибудь хорошие дела, она смотрит вот эти самые прикольные ролики. Конечно, есть. Между прочим, лучше пусть молодежь посмотрит наш ролик, и мы тогда пытаемся всунуть кое-какую информацию, чем сидит в социальной сети ВКонтакте и не вылазит оттуда вообще никуда. То есть мы стараемся как раз-таки очень часто вставлять какие-то что-то, какие-то новости, еще что-то, отсылки там, посылаем гуглить, если что-то неизвестно и так далее. То есть это нельзя сразу взять и начать заумничать. Сейчас просто вообще Рунет, он такой еще достаточно молодой, там люди еще не готовы видеть серьезные передачи совсем. Ну, смотрят, но очень мало людей будет это смотреть. Сейчас пока что все еще на развлечениях. А у нас есть в интернете популярные проекты, не адаптированные из иностранных, чтобы быть такой уникальной русской, что-нибудь приходит вам в голову? Ну, ливень, ливень пошел. Не особенно. В России вообще есть с этим проблема, что сейчас... У России есть очень богатая, очень большая культура писателей старых и так далее, но очень мало современной культуры. Действительно, очень многое, что сейчас, ну, скажем так, появляется, это заимствовано с Запада. И, ну, скажем так, это достаточно грустно, но будем надеяться, что сейчас вот это все начнет идти вперед. Вот как раз у нас большой хороший пример. Штаты, вот Стас любит сравнивать, не сравнивать, а проводить параллель, то, что Штаты сейчас свою мифологию новую... Да, мой умный разговор, да. Да, мой умный разговор. Умная тема о том, что вот в США нет, ну, у них нет таких былин, как вот там на Руси были про Илью Муромцу и так далее. Они не запариваются, они делают былины сейчас. У них есть Супермен и прочие ребята. Ну, это современная мифология. Современная мифология. Супергерой, да. Ну, странно, этого нет современного. И поэтому молодежь, естественно, она смотрит на то, что новое. Эти былины про Супермена ничем не отличаются нелепостью от былин про Илью Муромца. Ну, те былины очень страшные про Илью. Там такие ужасы, на самом деле, если читать их. Ну, в принципе, вот посмотреть фильм, ну, неважно, Мстители последние. Он действительно достаточно глупый, но он не намного глупее былина про Илью Муромца, который он тоже, ну, там, получал, но, тем не менее, это просто мужик, который пришел, ударил, ушел. Да, и всех победил. Проблема в том, что на Западе есть столько всего, чего нет в России, что придумать что-то свое трудно просто из-за того, что, как бы, такой шикарный выбор вот того, что уже есть, но здесь еще нет, что можно адаптировать вместо того, чтобы новое придумывать. Мы сейчас обучаем людей тому, что надо не бояться проявлять себя творчески, и если ты будешь молодцом, да, то тебе это даже денежку будет приносить, и вообще все будет хорошо. И ты стране своей поможешь, и себе, и мама будет гордиться. Дамича, а вот насчет жестокости, вот эти ролики ваши, кто-то падает голый человек спиной на булочнике с машины, это ужас. А еще вы четыре раза повторяете, прыгает этот животом о сарай, это страшно. Смотрите. И люди смеются, прикалываются об этом. За ночь, мы тут трамваем не задали. Да, точно. Если бы они умерли, это было бы не смешно. А так они выжили, у них все хорошо, это сразу становится смешным. Мы действительно стараемся узнавать, ну, скажем так, что произошло в видео до, после и так далее. Мы действительно про мужика, который падает с машины спиной на асфальт, узнали, что он выжил, все в порядке, и он, все хорошо. Где у вас в интернете базы какие-то? Сидите ли вы вообще в каких-то коллективных блогах, форумах, два часа хлеба, я не знаю, да? Или уже времени ни на что нету? Я Найнгаг просматриваю. Ну да. Что просматриваете? Найнгаг. Это что такое? Девять газов. А, да-да-да, это картинки модные. Леонор знает, я не в курсе. Да, это модные картинки. Ну, как-то у нас нет такого, что мы прям где-то сильно там в каком-то сообществе. А были раньше, может быть, вышли откуда-то? Я на xkcd.com сижу. А, но где-то раз-два в неделю появляется новый комикс, я всегда очень люблю этот комикс. Я не расскажу, где я все-таки в одном месте. А в социальных сетях вы достижимо, можно вас на фейсбучке найти. Да, конечно. Можно и вконтакте. Только на фейсбучке очень много ненастоящих страниц, надо просто найти. Поэтому лучше фейсбук. Ясно. На самом деле, страница хорошо вконтакте, легко находится настоящий стаз, он там в самом верху висит, в этих восстанователях. Если ему написать, то он обязательно ответит. Нет, у меня закрытое личко вконтакте. Ну, видишь? Ну, если написать, я отвечу. Да, да, но если написать, то отвечу. Но просто в определенный момент я уже просто перестал справляться с тем количеством сообщений, которые прошло. Я как бы пытался отвечать и старался. А потом, когда я понял, что у меня по два часа в день уходит просто на то, чтобы рассмотреть сообщение и на что-то ответить, я понял, что... Кстати, хитрым образом, хотела выяснить, если у вас айфон, попросите Стаса проверить наличие новых СМС, спрашивают. Айфон, я оставил там. Еще спрашивают, где вы, значит, какие ваши любимые места в Риге, и спрашивают Стаса, натуральный ли он блондин. Я натуральный... Я родился огненно-рыжим, во-первых. Потом я чуть-чуть высветлил, потом я опять порыжал. У меня само это происходит с головой, я не знаю, это может с переполисовкой связано или чем, но вот так. Честно говоря, вы не красите волосы? Я не красил ничего, у меня здесь темно, здесь светло. Господи, за что, господи? Я не знаю, почему это происходит, может быть, я мутант. Очень красиво, все у вас. Нет, у тебя просто, естественно, не модная прическа. Да, у меня прическа модная в период Backstreet Boys. Вот были вот эти выберенные, здесь челочка, то есть все в порядке. Детство унес с собой. Выпуски ваши удаляли, были же случаи, да? Блокировали, да, простите, пожалуйста. Значит, по каким причинам что случалось с вами? Просто некоторые люди не до конца прониклись концептом авторского права, и они считают, что они правы, а они не правы. А какие, из-за музыки, из-за чего там, например? Там из-за музыки иногда бывает, иногда... Мы сегодня вот уже были на одном интервью, рассказывали уже эту историю, но можем рассказать. Загрузка по авторскому праву нужно читать внимательнее просто. Вот все, что мы советуем. Но можно рассказать по пич. Мы делаем обзоры. Это, скажем так, по законам авторского права как США, так и России. Соответствующей статьи. То есть, потому что мы берем видео и музыку для целей обзора и рецензии. То есть, это... Это можно делать. Это можно делать. Вот. Всякие авторы, у которых есть свои авторские права, ну, это, типа, самое возмутительное, это МГУ, например. Которые предъявили нам к ролику, где китайцы поют Антошку, просто за то, что это снималось в помещении МГУ. Вот. То есть, ну как, они, конечно, в корне не правы. А что они хотели, просто снимить видео или... Просто снять видео, ну, убрать видео. Они в корне не правы, и, конечно же, нам отпустили это видео через две недели. Но проблема в том, что пока они нажали на кнопочку, у нас две недели видео висит заблокированным. Пока мы, ну, с ответную эту просьбу разблокировать, и так далее, апелляция, то есть, это все муторно и бесит. Ну, добавляет вам культовости с другой стороны. Ну, не знаю, да вряд ли. А вот Казахстан, вы объявили персоны именом Грата? Да. Вроде нет, жалко, было бы весело. А чем бы он сказал, что мы ничего им не сделали? Чем бы вам не укатил гимн Казахстана? Нормальный гимн. Да ничего страшного, нормальный гимн там-то и делается. Просто все гимны достаточно скучные, и он абсолютно такой же, как все гимны. Скажем так, сравнение с песней Рики Мартина, «Веселая», которые включили вместо гимна, он действительно, ну, уныловат. Ну, элементарно, ну, кто бы включил гимн на дискотеке? Ну, вот с той точки зрения мы и сказали это, вот и все. Но вы потом извинялись под давлением совести, или все-таки какие-то тайная казахская волосатая рука тянулась его? Нам стало очень весело от всего раздутого из этого вот. Просто, ну, действительно, из вот этой вот маленькой штучки, сколько раздуло, раздули скандалы. По казахстанским новостям даже объявляли по телевидению. Нам от этого настолько весело стало, что... Нет, надо извиниться, чтобы было еще веселей. Да, просто там извинение было такое, которое, по идее, должно было задевать сердца особо разъяренных людей, и от этого еще веселее. Весело, нам весело. Обытный тролль Сергей. А у нас там же, наверное. Да? Да, загадки. Скажите, а вот ролики, которые заранее, скажем, есть ролики сетевые, вирусные, которые потом оказывается, что они зарежиссированы. Помните, как вот мужик разбил эту самую... Офис разгромил Биг Бурмит. Ну да, это известно. Или как девушка пинает, пинает ногой учителя девочка. Вот это, кстати, это все-таки... Это вирусный или невирусный, где девочка пинает? Это новый канал. Ю, вот это все-таки, да? Это Риза. Вы их тоже показываете. Ну вот, девочку мы показали. Но мы как бы уже понимали в момент, когда делали обзор, что это, скорее всего, вирусный ролик. Но, в принципе, он... Скажи, когда люди сделали хорошую вирусный ролик, то почему бы его не обозреть? Ну, на уровне, что... Оно же действительно тоже попадает на все наши обычные критерии. Оно необычное, оно разлетается, оно... Оно веселое, и у него много просмотров. То есть, ну, да. Да. А, ты сказал. И это новость среди видео в интернете. Да. В интернете. Вот, то есть, ну, почему бы нет? Ладно, когда сделали плохой вирус, который действительно палится, что он снят специально, и он еще и дурацкий. А был такой? Как пример, мы брали специальный вирус, даже заранее совсем знает LG. Да, с телевизором. Да, да, да. Ну, то есть, он тоже хорошо сделан. А что там было? Там мужик выносит телевизор. Как-то все время пятится странно от камеры. Ага. А потом просто камера... Ну, вообще, все в магазины поворачивается, видно, что у него подмышкой телевизора был. Это прием, который обычно в рекламах всяких прокладок используют. То, что так не видно, а так видно. А не так же с телевизором. Да, так же с телевизором. Съемка с камер наблюдения, он и телевизор. И это было преподнесено, как действительно случай, происшествие. Но мы понимали, что это реклама LG. Но она классная. То есть, они молодцы. Они делали хороший подставной ролик, в принципе. То есть, ну, почему бы не взять? Он действительно разлетал. Сегодня было много проблем. Отличный ролик, он всем порадовал. Хочется ли вам самим снимать клипы и ролики после того, как вы такое количество их перемыли и раскритиковали? Возможно. Да, возможно. Возможно. Клипы мы снимать будем. Конечно. Клипы музыкальные, да? Ну да. А может, мы уже делали? А, про кино. Собоите ли вы сниматься в кино? Художественное мучение. Хотели бы ли вы. А насчет сниматься не знаю. Снимать, да. Обязательно. Снимать. Я собираюсь снять большие полнометражные фильмы. Наверное, не один. Да. Я хочу этого, я это сделаю. Не один фильм или не один снимать? Не один фильм. И не один снимать. То есть там. Подобный тому, что вы делаете или просто вот отдельно у вас амбиции есть? Нет, экранизация произведения. Какого? Как секрет. Чтобы никто не утянул идею. Да, потому что идея хорошая. Мишечка, пишут ли что-нибудь, какие-то воноущие вопросы? Пишут, почему вы расист. Стас, ты расист и почему? Почему вы расист? Нет, не почему, не расист. Нет, потому что. Да, в выпусках у нас присутствуют часто всякие эти, но это тоже на уровне веселья и прикола. В принципе, мне сегодня Паша сказал идеальный ответ. Мне Паша сегодня посказал идеальный ответ. Ну, рассказывай. Я ненавижу голубых, как это, голубых негров, женщин. Это не значит, что я гомофоб, расист и сексист. Это значит, что я селективный мизантроп. Селективный мизантроп. Это да, хороший термин. Да, потому что Стас, ты селективный мизантроп. А мизантропы тоже, между прочим, не то, чтобы совсем всех людей ненавидят. Ну, ладно. Ну, селективный мизантроп, понимаешь? И очень такой странный вопрос, сколько всего выпуска вы собираетесь снять? Ой, это запахно, да. Мне задавали такой вопрос, я говорил, вот следующее будет последней, все. Серьезно? Да, да. И потом в следующий раз мне человек это писал. А почему вы продолжаете выпуски вспомнимать? Ты же обещал, что следующий, последний будет. Вот сейчас вот 156-й вышел у нас, да? Да. Вот все, больше не будет. Вы храните их все где-то в едином хранилище. На самом деле, вот мы фильм сделали, это как наш последний выпуск, и все, больше не будет. Это заявление. Это заявление? Да. Да, еще раз его повторите тогда. Значит, после этого киновыпусков больше не будет. Приходите обязательно. Последний раз. Последний раз. Там центр уже весь раскупили, я смотрел. И я смотрел. Я тоже. А места для поцелуев? Там пока что из всех мест для поцелуев выкуплено рядышком 5. Мы не поняли. 5 весельчаков, которые мечтают целоваться под стасадом. Добоимся оргии, да. Напоминаем еще раз, что действительно, послезавтра в пятницу в 19 часов, да, на форум CINEMAS в 7 часов вечера. Можно будет посмотреть кино, короткометражную документалочку. А потом еще с нами поболтали. Да, мы обязательно будем еще общаться. Помимо кино мы будем общаться. То есть, то, что там написано, 20-30 минуты время фильма, на самом деле, мы там полтора часа планируем провести в зале. Там в том числе будет и сам режиссер, и микрофон будет по рукам ходить. А нам будут задавать вопрос, когда будет человек с польской фамилией, это Анжей Гавриш. И у него и имя, на самом деле, тоже не совсем. Вполне польское. Хотя он местный наш. Тебе лет стоит всего 99 сантиметров. Да, да. Обязательно сходите, очень рекомендуем, ознакомьтесь вообще, так сказать, с новыми знаменитостями интернета, и хоть разберетесь, если вы еще не в курсе, что происходит. А если вы уже в курсе, то сходите, посмотрите на любимые физиономии. Ну, что. И вот. Ну, можно на этом, собственно, и заканчивать уже. И уже приходится, может, время нашей передачи подошло к концу. Говорим огромное спасибо нашим гостям. Как вас искать, говорите, на Ютубе? Да по-всякому. Либо «This is Хорошо» бывает, либо «Стас Давыдов». Либо «Это хорошо». Да не важно. Вот. Ищите, смотрите. И у нас в гостях были Стас Давыдов, Сергей и Виталий, создатели, авторы проекта «This is Хорошо». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.